Дорогие товарищи, я думаю, что мы были на таком съезде, который очень сильный поворот сделал во всей нашей работе. Правильно? Как бы у нас вся предыдущая деятельность была связана с познанием, так сказать, а вот нынешняя деятельность означает поворот к преобразованию мира. Правильно? То есть речь идет уже об абсолютной идее, которая с единства идеи отражения мира и идеи, то есть теоретическая идея и практическая идея добра, как написано в Геерле. Ну вот, я думаю, что нам надо отказаться или, так сказать, всем поклясться, что мы не будем больше рассказывать, как плохо у нас все кругом. Потому что от этого народ только погружается в тоску все больше и больше. Я думаю, что вот партия наша, она должна от всех отличаться тем, что мы, в отличие от описывающей, как у нас плохо живется, и каждый может пожаловаться, и это можно делать бесконечно. И описывать вообще можно бесконечно, потому что, а если говорить об информации, то информация может быть всякая, ложная, ее можно распространять и таким способом, и таким. И даже информация 2.17.28.43 тоже может передаваться во всех инстанциях, всеми средствами, всеми формами и бесконечно. А что касается идей, идей. А идея – это такая мысль, которая не просто отражает мысль, а отражает действительность, а которая направлена ее при образовании и отвечает на вопрос, что делать, идей мало. С этим связано и маленькое такое постановление. Так что у нас постановление содержит идеи, что сделать, отвечает на вопрос, что сделать. Еще на вопрос, что делать, понятно, что делать отвечает наша программа, партия «РАС». Ежегодные постановления съездов, они конкретизируют, что делать на ближайший годовой период, и тем самым задают нам тон соответствующий. У нас имеется теперь уже у всей партии годовой план работы, у страны нет. А у нашей партии есть. И мы выигрываем у России. Ну, руководство России выигрываем. У нас все нарастает. И осталось только последнее. Вот такая тут есть, вот Ленин эту тему тоже обдумывал. Как быть? Вот нас вроде мало. Вот некоторые товарищи увлекались, рассказывали, что я один, мне трудно, кругом все плохо, как мне быть? Ну, во-первых, вы, наверное, заметили, что у нас численность партии растет, и она уже имеет корни пусилы во многих городах и весях России, и прибавляется все. Вот мы сегодня с утра переписывались с товарищем Кузьминым, потому что товарищ срочно приехал, сдал экзамен, приехал из Москвы сдавать экзамен, получил диплом Красного университета, и он уже в заявлении, которое он прислал на мое имя, он уже приложил еще и диплом Красного университета. Чтобы Кузьмин не отшил его куда-нибудь. Вот, я ему объясняю, что вот есть товарищ Кузьмин, и товарищ Кузьмин заправил это все. Товарищ Кузьмин уже прислал освет, куда приходить, когда приходить, что, то есть там уже это все поставлено на поток. Я хочу сказать, что силы наши прибывают, поэтому нам не надо жаловаться на слабость, потому что к нам идут, силы прибывают, но проблема все равно остается, потому что для того, чтобы решить такие неподъемные задачи, у нас вроде сил мало, а раз сил мало, то задачи все более неподъемные. И что тогда делать? И вот Ленин говорит, что такие задачи, это противоречие, правильно? То есть надо бы вот, а у нас? У нас мало, у нас мало, мы маленькие, мы слабенькие, мы я один на заводе, там то все. Вот. Ленин один во всем мире, и Маркс один во всем мире, и Бабушкин был тоже один такой рабочий, и прочие другие известные нам работники. Рабочие, большевики, все по одному, мы их всех по одному знаем, правильно? Так? Федин у нас тоже один, там Мордовин один, Казенов один, Герасимов один, вот Шилов один, спит. Почему? Потому что он много работает. А вот после работы он не спит, а после того, как он выступит тут с таким напряжением, вот, он и спит, отдыхает. Ну и как решается это противоречие? Противоречие, говорит, Ленин решается героизмом отдельных лиц, героизмом. Очень простое решение. И я думаю, что наши товарищи, это в целом, уже кто занимается партийной работой, это понимают. Понимают. То есть мы плакать не должны, мы должны героически это решать. А что значит героически? Неизвестно, как решить эту правду, вы должны ее решить. Как хотите, так и решайте. Вот здесь будет постановление, как выполнять, как хотите, так выполняйте. Каждый должен сам придумать, как выполнить, и взять эту высоту. Вот задача. А каждый, тут очень толковые люди, очень грамотные, очень умные, очень неопытные, все понимающие, они должны извернуться, найти средства, найти соратников, найти друзей, найти помощников. Не ввязываться в драку, когда сил не хватает. Искать, так сказать, попутчиков, искать тех, которые не мешают и так далее. Все разделять и быть, так сказать, умнее, а где надо и хитрее, тех, с кем мы боремся. Но задачу надо решить. Поэтому к чему я вот хочу призвать от лица Центрального комитета, поскольку еще он пока старый, еще как бы с одной стороны сложил, но он как бы еще, нового еще нет же. Вот призвать всех товарищей к героизму. Ну, я думаю, что вот кто-то здесь присутствует, он уже эти героические вещи делал, понимает, что их надо делать и будет делать. Вот. И у меня нет никаких сомнений, что это постановление будет выполнено, которое еще нами даже и не принято. Но главные положения мы уже знаем, что они нашли поддержку, и речь идет о каких-то деталях, которые мы сейчас уточним, потому что еще будет выступать, так сказать, от редакционной комиссии товарищ Кирилл Валерьевич Юрков. И мы, так сказать, сеть точно и поставим. И хочется поэтому пожелать всем сделать так, чтобы мы могли эти вот чудеса героизма описывать, рассказывать, делиться с другими. Вот это будет чем нужно, полезно и важно. В отличие от общей массы, которой плачет огромная страна, 27 миллионов рабочих в плаче, или все думают, что они заработают больше, хотя все более-менее сознательно рабочие, понимаете, чем больше работает, тем меньше вы получаете. Будете много работать, значит, вам вашу зарплату растянут на много часов. Все дела. А надо делать наоборот. Хотите давать нам разбавленную зарплату, мы будем давать вам разбавленную работу. Это уже одна из форм коллективной борьбы за повышение заработной платы. То есть, я думаю, что здесь самые сознательные товарищи рабочие и интеллигенты. Интеллигентов у нас много. Если рабочие будут делать героические шаги по организации коллективов, то у нас достаточно интеллигентов в партии, которых будут размножить вас. И в Твиттер засунут, и в Фейсбук, и на такой контакт, и на сякой контакт. Нет у нас проблем. У нас записывается, все освещается, все сделано уже этого. А когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование, как написано в новой логике. Вот поэтому, я думаю, что мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. И я думаю, что на следующем съезде, который, я думаю, состоится здесь, потому что все видят, как чинно-мирно проходит совещание общественных корреспондентов в газеты. Это рабочее дело. Всем нравится, как мы все это организовываем. Так что я думаю, что мы встретимся здесь через год и подытожим, что то сделано. И я думаю, что ни одного плакальщика здесь не будет, а вот будут люди рассказывать, что мы сделали такое, изобрели и придумали, чтобы в этих таких необыкновенных условиях выполнить такие невозможные требования, которые поставлены в постановлении. Мы будем выходить за свою границу, поскольку предел – это граница, которую переходят. И все разовьются, и каждый тем самым решит свои личные проблемы. В чем личная проблема? В таких ужасных условиях, в которых находится Россия, остаться хорошим человеком и тем самым войти в историю. Потому что история, как вы мучились, она это не записывает. Она записывает, что человек сделал. Вот вы сделаете хорошее дело, и будете жить вечно в памяти людей. Продолжение следует...